Йоу, всем привет! Это WeProject, главная медиа о людях Центральной Азии. С вами Саваныш и наш ведущий Данелия. Привет, Данелия! Как настроение? Всем привет! Привет, Саваныш! У меня все супер, все отлично. А как у тебя? Давайте же приступим и начнем смотреть наш еженедельный выпуск новостей. Погнали! Этот выпуск записывается 29 июля, поэтому многое может поменяться. А на данный момент узбекистанская дзюдоистка Диора Кильдиорова и казахстанский дзюдоист Елдос Сметов принесли целых две золотые медали для Центральной Азии. В японском виде спорта лучшие центрально-азиатские спортсмены. Интересно, а японские спортсмены обойдут нас в Кокпар или в Казахшакурес? Образовательный IT-гигант NVIDIA запустит образовательные программы по ИИ в учебных заведениях Казахстана в рамках программы Deep Learning Institute. Также будет проведена локализация образовательного контента на казахском языке. Они, наверное, удивятся, не увидев свои видеокарты в наших вузах. Казахстанская теннисистка Анна Данилина стала чемпионкой турнира категории VTA 250 в Румынии. Анна переводится как «благодать» с древнееврейского, поэтому Анна, наверное, благодать для Казахстана. Благбастер Дэдпул и Росомаха собрал рекордные 38 миллионов долларов США за первый день проката. В мировом прокате за первые два дня фильм Marvel заработал 65 миллионов долларов. Фильм реально очень крутой. У меня сильно попарился сюжет, актеры, и сюжет был очень увлекательный. Я сходил и смело заявляю, что все просмотры благодаря собачке Пулу. Зовут ее, кстати, Петти. Тайвань запустит визы для цифровых кочевников. Такие уже есть в соседних Таиланде, Южной Корее и Японии. Для аноматов предлагают 6-месячную визу с правом работы. Цифровые кочевники, они расплачиваются биткоинами, кушают симс и ездят только в NetFor Speed. Казахстанский стартап Avalon привлек 500 тысяч долларов на запуск финтех-сервиса в Нью-Йорке. А все, что я могу сейчас привлечь, это только ответственность. Чем больше силы, тем больше и ответственность. Заранее говорю с английским, у меня не прям вау. Три представителя искусства из Кыргызстана Сид Атамбаев, Лариса Паки и Гульмира Аипова вошли во второй выпуск британского арт-каталога The Great Step Tressur. Мы сюда напишем, как это правильно выглядит. Я уверен, что любой художник хорошо пользуется японскими палочками. Поэтому он сам быстро, кто съедает суши, так это художник. В Узбекистане проведут конкурс на новый туристический бренд. А организаторам международных бизнес-мероприятий предоставят льготы по налогу на прибыль. А я для нового туристического бренда могу сделать логотип. Например, вот. Непобежденный боксер Тимиржан Баймолда выиграл шестой бой подряд. 24-летний в Казахстане содержал победу на вечере бокса в Мангкоге Таиланд. Я уверен, что учился он драться по фильму Рокки. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар. Netflix анонсировал четвертый сезон популярного шоу «Бриджертоны». Новая часть сериала посвящена истории любви вечного холостяка Бенедикта Бриджертона. Бриджертона, наверное, носит бриджи. Ну так, исходя из фамилии. Видеоигры признали алимпийским видом спорта. МОК объявил о создании алимпийских киберспортивных игр. Они пройдут в Саудовской Аравии в 2025 году. Наверное, для любителей видеоигр это хорошая новость, потому что появилось плюс одно событие, которое они могут просмотреть. Как видите, скоро будут выдавать медали за быстрые пальцы и острые глаза. 10 лучших стартапов из стран Сентральной Азии были отобраны по программе Alchemic и Acceleration и получили уникальную возможность обучения в Кремниевой долине. Это обучение начнется 12 августа текущего года и продлится 10 недель до конца октября. Интересно, будут ли местные стартаперы учиться у наших ребят с секретом правильного заваривания чая между печами. Выпейте чашечку успокаивающего жасминового чая. Открылся новый маршрут ТА-916, который проходит через воздушное пространство Казахстана и Узбекистана. Этот маршрут является дополнительным вариантом для полетов из Европы в Юго-Восточную Азию. Когда я был маленький, я часто махал самолетом вот так вот и думал, что они меня видят. Интересно, дети сейчас так делают? Казахстанский учитель Абай Ирханат Садуханов работает над песней с всемирно известной испанской певицей Розавия. Ждем работы Абая с некими наш. Глава Marvel Studio Кевин Файги подтвердил разработку сценария Человека-паука 4. Не знаю, что там будет, но Питер Паркер, как всегда, наверное, влипнет в паутину проблем. Работу казахстанских художников Елены и Виктора Воробьевых художник Спит приобрел один из крупнейших музеев Франции. Национальный центр культуры и искусства Жоржа Помпиду. Ждем также картины «Художник проснулся», «Художник обедает» и «Художник чилит». Ну что ж, я передвигаю ноутбук, а это значит, что мы переходим к рубрике «Музыка». Так не буду томить, открывает рубрику «Музыка». Новинка из Узбекистана Муниса Ризаева Ака Макаси. Короче, мы послушали новинку Муниса Ризаева. Кстати, очень зажигательно я зарядился. Так что переходим к второй. Прям такое. Следующая у нас новинка из Казахстана. На зима «Любовь внутри». На зима в этой песне, видимо, хотела поднять нам настроение, сказать, что ничего страшного нету, идти только вперед. На зима «Любовь внутри» новинка из Казахстана. Слушайте, следующая новинка у нас из Кыргызстана. Улуп Манапа и Бакр мало и мало. Когда она танцует, мое тело буксует, я на нее везую. Она меня, она меня, она обеспечит полет на космос. Она и есть мой психоз, она кокс. С ней я закаленный, никогда не между ума. А мы криминал, она босс. Душно с тобой мне, но никак не скучно. С тобой даже готов учиться. Я наочно, сочно, сочно, прочные твои губы. Новинка из Кыргызстана. Улуп Манапа и Бакр, как всегда, удивляют, как всегда, уровень держат. Поэтому слушайте. А на этом все. С вами был WeProject. Главное медиа о людях в Центральной Азии. Ведущий Саганыш и наш корреспондент Данеля. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях. Всем пока и до новых встреч. Это еженедельный выпуск новостей, который выходит каждую пятницу. Поэтому ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы рады каждому просмотру. До следующей пятницы. Па-па-па-па-па-па-па-па-па.